доброе утро друзья утро третьего дня вот в таком интересном месте мы стояли стояли жили живем такой замочек необычный на находится в принципе на над обрывом над каньоном гранд каньоном люди спят разбудил гранд каньоном иордании очень необычное место давно таких не стоял 20 долларов завтраком двухместный номер номер конечно как казарма какая-то как камера в тюрьме но сам отель интересный вчера познакомились с французами сегодня с ними будем будем ехать один день может и больше поводим их по злачных местах иордании интересно конечно утром тут так солнышко пробивается такие пускает пускает следы такой уже понаставляли наш гэсхаус второго дня с мегавидом ждем пока иорданцы завтрак нарежут вот у нас такой тут видочек сегодня будет национальный парк в горах дана немножко дикой иордании кому интересно подписываемся на канал ставим лайки как всегда будет много много очень интересных мест дымка конечно все портит ну что поделаешь какая тут весна весенняя погода жара дымка небо не голубое а серое вот вот напротив сидят наши французские друзья наверное малому должно быть плохенько второй выходной на машине даже на какого национальности второй выходной так зачем поворот так пролезу второй выходной у тебя из-то ошки работают суббот или может рабочий суббот у них может четверг-пятница мне как вам они вроде четверг-пятница куда поехали там у них мы ждали платеж за визу конфеты были по нулю а теперь что-то стоит кстати на монетках написано по-английски номинал типа полреала и так далее вкусный какой выбор консерв которых нам не знаю надо не надо не нет эти не надо ну такой ассортимент не детских может какие-то осьминожки были цены вот недорогие фу не хочу бобов этих от них потом так тяжело а походу алкогольный отдел самый близкий за 300 км начинается дикое иорданье и даже дикое иорданье лучше дороги чем украинец я не беру это дело и вайдер москве не успели, не успели, не успели, не успели да успели камаз поджимал и паркнуться негде нам обратно здесь будем ехать причем когда едешь обратно по таким каньоном совсем другой вид бывает хуже бывает лучше ну естественно точка зрения сейчас свет правильный сзади а вот туда звуки а каньоны еду сейчас запустимся увидишь отвес отвесные эти пишут смотри красивый давай вот там на повороте станем там вроде такой виточек бомбовый Вот такая дикая Иордания Внизу, когда идут дожди, течет река Такие необычные пейзажи марсианские На улице где-то 25 градусов, бодрит Пробуем ехать дальше 15 километров такой дорожки будет Что, КамАЗ нагрелся традиционно? Или молится в кузове? Несется Боилка для овец Малюсенький Курки ходят Не, ну тут как-то она не гибла сильно Вроде истине местами есть Асфальт, блин, лучше, чем в Украине А я же говорю, у нас почти все дороги такие Я проверял, вот когда делаешь по ним Ну, чтобы понять, какая машина нужна Вот по этой дороге Ты смотришь, здесь дорога мега-белая Там чуть ли не тропа Смотришь, что какая-то фотка проскочила Хотя бы с каким-то рельефом дороги Чтобы было видно До конца почти такая идет Тоже можем тебя на этом камни свалить Не, маленький, надо большой По этим вода идет почерненько? По шлангам, да О, река, ты знаешь, по чуть-чуть вода будет появляться Эти грязные и стремные О, осторожно сейчас тут камни В рот берем На ведре Ну, ведро ж не тонет Ну, если без дырок, то не тонет Вспомни про клиренс То есть, про его отсутствие Блин, лягушки Красиво Слышь, а у Мазды у них меньше клиренс будет Это не тебя исполнит Да ему понравится Даже сейчас Вот едешь уже Это как бы Исходя из Иордании Не, течет ты, что течение есть Ого Ну, давай Если там развернемся А, стой, давай посмотрим, куда дорога идет Влево уходи А этот вниз Ну, давай 200 метров А там еще задал Развернуться Тут красиво Почти без дымки Самсунг еще делает Мега красочные цвета Наркоманские О, там на развилочке станем Там в грузовике есть Ну, давай высунимся Там просто дальше могут быть камни Какая-то вода Приднем мимо грузовика Там развернемся Класс Копомпами этими Все захватим Не проедем мы, может Ну, тут мы развернемся Вон Ну, может, обезьяна ходит Обезьяна в смысле Это иорданец? Нет Да ладно Да Волосатая Там янка сливаешь Аккуратно Устаем Можем туда Да нет Все, хватит Вот тут развернемся Да, сейчас я сразу развернусь Потому что когда разворачиваться надо Вон, можно туда поехать Смотри, на каньон будет Лучше пройдемся Да пройдемся Ну хотя Ну давай Едем Только камни Смотри, по центру Не высоки Я почему имя отдал Потому что ведро От слова Ветровер Нет, это не ведровер Это Реновер Вот тут Стоп, стоп, стоп Стоп, стоп, стоп Стоп, стоп Поперять камень Я его пропускаю Почнее Просто камень Это же ты Обезьяна, которая делает Ага А вот и место Ну вот туда Супер, да? Блин, ну конечно Интересные тут каньончики И еще можем спуститься Да все На зеленые заливные лубы Еще парк ждет Давай, выйдем Смотрим Можем на скалу вылезти Ну, я уже и на него смотрел Что, покоряем камень Оп, оп Поперем на скалу вылезти Смотрим на скалу вылезти Смотрим на скалу вылезти Поехали на скалу вылезти Поехали по катоку там рядом Почеркнадцать метров тридцать Катались, катались, сломались Жека Морзе, фанат костров Я, говорит, пока вы ремонтируете Сейчас сделаю римскую свечу Ну, делай А у него был только лобзик, грубо говоря, ручной Ого Вот такая вот эта пилка Не замахался он ей пилять В общем, мы отремонтируемся Уже набухались Уже темнеет Он пилит это Пилял вот такое бревно Блин, и теперь пытаются четверку на нем нарезать Этой же пилкой А там получается, что Ну, такое бревно, понял И пилка, реально, ход пилки Ну, было два зука То есть это так вот Очень долго В общем, мы его там материли, блин Бросали все Да я не могу, я же сколько потратил сил, энергии Я же не могу его бросить Ну, пошел он в машину Ну, мы взяли эту хрень Загрузили то, что нужно Но я забрал себе ее на Черкасс Потом, блин, отвез к пацанам в Смелый, в соседний городок Говорю, отправьте На ложкой это На ложкой Да Запаковали мы это бревно Нормально Блин, на ложкой еще две руки поставили Блин, ну, дорога Куда-то Блин, блин, это не эти синие машины Получает он, блин Неизвестный отправитель Ложка 200 Большая коробка отпечатанная Довольный Заплатил 200 рублей Получила машину распечатанную Там это бревно Еле пять минут В курсе О, сейчас будет видовой Вот на повороте Ух ты, блин Люди любят на этом домке Вот их же, их оливки, вот эти, это их территория Можно целый этот построить Вот на этом месте Видовое, хорошее Очень высох Безло Камера никогда не передаст Даже Samsung С извращенной цветопередачей Даже iPhone 10 С извращенной ценой Память, что ты хочешь Зато с памятью Ух ты Гон Buffalo Я collective Ух Магазина Магазина Подтра Че See Бол bazин о да пешая не 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 пешая вот сюда встань мордой ну камазы вот так встань я пока сбегаю или не сбегаю ну так неплохо ну неплохо наша вот эта покрученная дорога чудный наш пейзаж кукушка где-то о смотри чувак на этом на осли на пониженная идет с трудом блин круто я такие дороги вода собиралась вниз пошел чуваку а так слушай наша получается вот река мы спускаемся и где-то в конце будет ну этот оазис ихний с пальмами ну это наверное там может где-то ну туда где-то вот там и дальше тупичок уже будет а вон еще смотри какая дорога с той стороны видишь что же есть автомобильная она идет так вот друн-трун-трун там спустя только блин такие уже петли накручены ох там пару видовых еще будет место тебе скажу такие в пропасть в никуда позвони налево не хочу налево смотреть хорошо тогда прямо мне страшно why why вот француз нас проклинать или нет или поставит порцию лягушек крутая дорога мне нравится намного круче чем то что мы ехали по Королевской наверное минус 5 меньше мало ли что вот да и смотреть будем больше 35 я думаю за быстро будячок чтоб колесо не проколунуть они могут так быть суровые ходом слева жопа ничего я назад урешу вот такая у нас дикая Иордания ставьте лайки подписывайтесь интересно необычные места координаты этого места будут под видео так что подписываемся ставим лайки если понравилось необычу 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 нужен по речке на ведре помыть эти это будет очень жесткий кадр оттуда если снимать приноси можно съехать где мы тебя ласкочка встретили на ведре карбюратор реджектор карбюратор осторожно слева вот маленькая наверно ступенечка министерство туризма что-то тикет прайс доедем да тикет близки давай число там не кажется что это просто что тут а кстати тупик все нам надо сейчас пройтись и все немножечко выйдем сейчас на речи я сейчас на будке может фотка есть какая-то посмотрю посмотри на будке может фото есть не я не хочу это очень рост за два зайдем подъехали мы самый конец как бы этой дороге тут находится у так называемой воде это оазис на реке в этом оазисе там пальмы растут река течет какое-то маленькое поселение захотели у нас 5 динаров мы как бы решили не заходить потому что не стоит это место 5 динаров и поехали просто возле села полазить по реке не проходит у них джордан пас это как бы билет иорданский намного достопримечательности сказали что это специальная зона типа дитин идите платите деньги как-то так вода в реке очень теплая такая радуса под 40 то есть теплее чем воздух на улице а сейчас пойдем по реке носки снимем маленький трекинг по реке вода но мега теплая просто такая теплая хочется включить краник с холодной водой дальше там как бы красиво но видел я его мания и в других странах как бы эти все воде покрасивее были раз маленькую фоточку сделаем поедем дальше национальный парк дана кому понравилось кому нравится наша дико иордания подписывайтесь на канал ставьте лайки делитесь друзьями задавайте вопросы в комментариях дальше будет еще много интересного как про иорданию таки если подпишитесь и много других стран маршруты все проходятся первый раз без какой-либо помощи гидал каких-то местных людей так иногда там спросить шо куда как повернуть лучше это да в основном все составляется в киеве без каких либо там сторонней помощи да местами глубоко и течение такое бодрящие вот сейчас делаем наверху фоточку или снизу сейчас увидим и идем назад вот вот приблизительно такое называется воде то пальмы это река так каньон и как как бы пересыхает очень часто но самых полноводных каких-то защищенных от солнца местах она есть красиво красиво будем выходить ехать в парк дана национальный парк дана там будут горы новые каньоны много еще много много интересного от кита туристы приехали девочка за рулем молодец девочка экстремалка хорошая дикой ордане в принципе очень хорошие люди добрые не сильно хотят жухнуть как-то но все так относительно хорошо приятные хотят помочь отны вроде как бесплатно когда покупаешь где-то в кафе ну что-то покушать или в магазине как бы там их ценниках мы особо не разбираемся в основном происходит все честно то есть не не хотят нас на жухать что-то там докинуть себе относительно все хорошо марокко было намного хуже когда каждом месте хотели жухнуть ну принципе утром рано в кафе там были небольшие проблемы с выселением посчитали нам банку спрайта по цене это 3-4 доллара за баночку тяна в магазине стоит 0 5 доллара то есть шесть-семь раз дороже посчитали ну мы не спросили сколько стоит и как бы должны были заплатить тут без вариантов вот приехал такой небольшой гарем только что никого не было на покупаться вода кстати в реке как и говорил градусов наверное не знаю под 40 здесь очень 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 теплая эти сразу с матрасами позагорать на реке вот наша наше ведро как мы назвали не едет не тянет не держится на дороге рено французское качество хорошо 4 нашеrecс